А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Smash Pro Team. Он играет в хоррор игры, делает интересные видео и также замечательно и красиво рисует вживую. Поэтому если вы заинтересованы, если вы хотите посмотреть его рисунки, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан. Добро пожаловать в новую серию открытия кейсов на моем сервере. Ссылочка на сервера в описании. И ребята, как обычно, мы сегодня будем открывать по три кейса. То есть три серебряных, три золотых, три алмазных и три изумрудных. Ух, ребята, я только что проснулся, поэтому не смотрите, я какой-то, не знаю, выгляжу ли я сонным или нет. Я только что встал, я не знаю, как-то, как-то мне очень захотелось днем поспать. У меня еще 4 часа дня. Я проснулся, может, 20 минут назад, поэтому я еще, еще, еще не очень соображаю. Ну, в принципе, ребята, давайте мы приступим к самому открытию кейсов. И также, ребятушечки, перед тем, как открыть первый кейс, я хотел бы сказать вам спасибо за то, что вы находитесь тут. Смотрите это видео, поставьте лайк, если вам, конечно, не жалко. Также оставьте свой комментарий, если вы хотите со мной пообщаться и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы на него подпишетесь. И также, как обычно, ребята, набираем 500 лайков на этой серии. Допустим, наберем мы ее завтра утром, значит, завтра утром выйдет новая серия открытия кейсов. То есть, как только мы наберем 500 лайков на этой серии, сразу же выходит следующая серия открытия кейсов. И как, как мы уже устраивали один раз, если вы хотите, набираем 800 лайков на вот этой серии открытия кейсов. И в следующей серии мы будем открывать в общей сумме 40 кейсов. То есть, как сейчас по 3, 3, 3, 3, только мы будем открывать по 10. 10, 10, 10, 10. Если мы наберем 900 лайков, то мы будем открывать по 15 кейсов, в общей сумме 60 кейсов. И если мы наберем 1000 лайков, то в следующей серии мы будем открывать все 80 кейсов. Да, то есть, по 20 каждый кейс. Поэтому, ребята, если вы хотите больше открытия кейсов, если вы больше, чаще хотите видеть такие серии, то, ребята, все, что я вас прошу, это просто поставить лайк. Я буду этому очень сильно рад. И приступаем сразу же к первый кейс. Честное слово, ребята, я не помню. Я не помню, какие кейсы уже можно откладывать. То есть, смотрите, если нам с золотого кейса выпадет Шайни Пиплоп, то золотой кейс можно уже просто-напросто куда-то выкидывать. Потому что, если нам выпадет Шайни Пиплоп, то все. Мы полностью разблокировали золотой кейс, потому что с него нам выпадет все 100% покемонов, которые находятся в этом кейсе, да. Ух, Иви. Ну, обычная Иви, то есть, ничего особенного. Так, дайте-ка я сюда загляну. Дайте-ка я сюда загляну. Ну, так, вот это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Нашего Маткипа я, ребята, выкладывать не буду. Маткипа я выкладывать не буду. Дальше. Следующий кейс. Я бы очень, и очень, и при очень сильно хотел, если бы серебряного кейса, то есть, самого такого обычненького кейса, нам бы выпал, выпала, извиняюсь, Шайни Джинкс. Я бы был очень сильно рад. Шайни Литвик, я видел, пролетел, да, Шайни Литвик нам пролетел, Шайни Фанпи. Шайни Литвик нам уже выпадал, я бы был бы тоже рад, если бы нам выпал Шайни Фанпи. Шайни Хорси. Шайни... Ух ты. Ух ты. Ух ты! Шайни Гулет, я даже как... Он нам уже выпадал, но все же это редкий покем... Ну, ладно, не прям редкий, 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 но... Классный, потому что Шайни Гулет может как-то, как-то, нибудь, чуть-чуть цениться. Поэтому круто. То, что нам выпал Шайни Гулет, я рад. Я еще вспомнил одного покемона, который нам не выпадал с серебряного кейса. Это Шайни Старью. Я был бы реально очень рад, если бы она нам выпала. Шайни Старью, Шайни Фанпи, Шайни Джинкс. Шайни Хорси. Шайни Хорси вроде нам один раз выпадала. Вроде. И Шайни Вубафет, точно. И Шайни Сваблю. Офигеть. Там еще столько покемонов, которые нам не выпадали с серебряного кейса. Мне кажется, нам с легендарного кейса уже больше покемонов выпало, чем из серебряного. Это какая-то... Какая-то нелогическая противоположность, да? То, что... Так, сейчас я поставлю. То, что из умруного кейса нам уже больше покемонов выпало. Больше разнообразных покемонов выпало, чем из серебряного кейса. Но, все же. Все же, ребята. Было бы круто, если бы нам выпали те покемоны, которые я хочу. Шайни тут, да? Вот так, более-менее. Он нам уже выпадал несколько раз. Поэтому ничего радоваться нету. Ничему. Сейчас я кофеечек попью. Я говорю, я, ребята, только проснулся. Поэтому еще немного такой... За кумариной сижу. И сейчас нам выпадает. Сейчас нам выпадает. Давай, Шайни пиплоп и... Золотые кейсы в пролете. Потому что они нам больше не пригодятся. Шайни... Шайни... Шайни Ашиват нам уже дофига раз выпадал. Дафига раз выпадал. Кто там... Что там в чат пишет? Я не знаю, честно. Кто-то мне сказал, что мне еще не выпадал Шайни Сквертл. Но Шайни Сквертл, ребята, нам уже выпадал один раз. Это минимум. Да, то есть один раз 100% он нам выпадал. Поэтому... Поэтому... И все. Мне нечего ответить, только... И все. Шайни Чикурита выпадала. Поэтому нечему радоваться. Так, это выкладываем. У нас уже практически весь забитый. Сейчас кофеечек опять. Раздолью. У нас уже полностью забитый. Практически полностью забитый. Ой, вернись. Вот этот сундук с покемонами, да? Ребят, я разыгрывать покемонов не буду. То есть я не буду, как вы мне предлагаете. Возьми всех покемонов, которые тебе не нужны, и просто разыграй. Ребята, раздачи на сервере были. Они были. Но их не будет. Потому что люди не могут ценить раздачи. Они не могут сидеть спокойно, слушать и просто-напросто участвовать в раздаче. Если они что-то не словили, они будут обсырать меня, мою семью, моих там родителей до последнего. Потому что Эдисон, конченная раздача, я не словил ничего. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И поэтому мне в конце концов это уже надоело. Я просто-напросто прекратил раздачу. То есть на последней раздаче я выкинул монеты одному игроку, который их выиграл. То есть была раздача как бы случайным образом. Там со всех ников на сервере я выбирал один. И вот тот человек выиграл там несколько каких-то монет за донат. Я ему выкинул, а какой-то другой чудила подбежал, украл их и убежал. И он даже после этого не признался, ну, кто это был. Я бы ему, если честно, ничего не сделал, я бы просто-напросто забрал. Но это была последняя капля моего терпения. Я понял, что если люди не знают спокойно отреагировать на то, что происходит, если не знают спокойно себя вести на раздаче, то я не буду просто-напросто устроить эти раздачи. Потому что у меня тоже, ребята, нервы не железные. Многие люди, которые меня смотрят, которые думают, что я ютубер, они воспринимают меня за робота, да? То есть для большинства людей ютубер это не человек, это какой-то механизм. То есть все люди думают, что я знаю всё на свете. Если человек что-то не знает, спроси в Эдисона. Эдисон знает, сколько там, я не знаю, сколько там белка содержит яйцо, сколько там срёт слон в своём зоопарке, да? Сколько он там тон высирает в год, Эдисон это должен знать, потому что Эдисон ютубер, Эдисон всё должен знать. И Эдисон же ютубер, он может выпускать под 150 видео в день, потому что у него нету, у него просто 24 часа, это свободное время. Опять Крэйвенал Вэпл, ты чё, издеваешься? То есть он может сидеть, просто долбить, 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 долбить вот эти видео, и всё, он не устанет, да? И в Эдисона железные нервы, его можно, его можно там, не знаю, оскорблять до последнего, можно там срать на всю его семью, Эдисону пофиг. На принципе, если честно, мне уже попик, потому что если вы ютубер, вы просто-напросто должны каждый раз вот это показывать хейтерам. Если вы будете каждый раз реагировать, Хейтер, он меня оскорбил, нет! И, конечно, вы так засрётесь за один день, потому что... Шаниви, ни хрена себе. Вы так засрётесь за один день, потому что хейтеры вам испоганят все ваши нервы, а если вы просто будете вот так реагировать, Хейтер, хейтер, хейтер! Ну, конечно, тогда хейтер пойдёт нахрен, потому что он будет видеть, что вам просто-напросто похрен, да и всё. Ребята, открываем дальше следующие три изумрудных кейса. Поэтому, ну, всё же, иногда есть такие люди, которые просто-напросто в один момент меня уже выводят до конца. У меня уже нервы начинают прям трещать, хлопать, и я уже... Твою мать, чувак! Я не робот! Я живой человек! Я... я тоже у меня есть эмоции! Я жив! Ау, я жив! Ну, 90% людей думают, что я какой-то робот, что Эдисон... Ээээ... Целыми днями сидит, ни хрена не делает, и вот это всё голограмма, ребята. Я искусственный интеллект, если вы не знали. Вы меня ниже пояса не видели. Вот, вы меня только вот так видели. Может, ниже пояса у меня какие-то там схемы компьютерные, да? Поэтому... Поэтому всё возможно. Всё возможно. Ми... Мью! Мью! Ты меня достал уже, честное слово, пожалуйста. На глобальном открытии, ты нам выпал с 20 сраных изумрудных кейсов, ты нам выпал 16 раз. 16 мю нам выпало! И ты до сих пор продолжаешь меня троллить? Пожалуйста. Не нужно. Ну, лучше, ладно. Не прям супер-пупер-мега-пупер, но лучше. Уже даже, чем тот же... Чем та же Мью, потому что она меня, если честно, уже прям забодала нафиг. Честное слово. Я уже даже не мечтаю про обычного Грудона, обычную Райквазу, а то, что про Шайни Грудон и Шайни Райквазу, я вообще даже не осмеливаюсь мечтать. О! 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 Вот это дело! Вот за это спасибо! Хоть и обычная Лугия, но всё же лучше Лугия, чем 35 мю. Я, ребята, думаю, вы со мной согласны. Во! Вот наша Лугия! Я рад, ребята, честное слово. Вот с последнего кейса прям охренеть неожиданность. Реально, Лугия нам выпала. Такая чёрненькая... Нет, я не расист, просто свет так... Не под тем углом падает, поэтому она так и выглядит. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. Как я уже сказал, если мы набираем 500 лайков прямо сейчас, то следующая серия открытия кейсов выйдет сразу же завтра. Поэтому, ребята, больше лайков для меня, больше поддержки от вас, моих любимых подписчиков для меня, больше видео для вас. Ребята, ещё раз повторю, ставьте лайки, если вы хотите больше видео. Если вы хотите со мной пообщаться, кто не знал, я общаюсь со своими подписчиками, если вы новый на канале. Всё, что у вас требуется, это просто-напросто ставить свой комментарий с каким-то вопросом, пожеланием, советом. Йоу-йоу-йоу! Я прочитаю ваш комментарий и попытаюсь на него ответить. И также с тобой пообщаться, просто-напросто в комментариях под этим видео. Ещё раз скажу, если вы не подписаны на мой канал, то я буду очень сильно рад, если подписаны. Если вы меня смотрите, но вы не подписаны, надо её по попке. Не, ну, конечно, ребят, я шучу, но всё же буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ребята, роботу нужно подзарядиться. Ум!